Депутаты Волгоградской и Городской Думы перечислят свой однодневный заработок в помощь беженцам с Юго-Востока Украины. Такое решение они приняли сегодня на своем заседании. Кроме того, народные избранники проголосовали за отмену так называемых компенсационных выплат за депутатскую деятельность. Это сэкономит казни областного центра в нынешнем году более 20 миллионов рублей. Обо всем по порядку Светлана Олегбарова. Вопрос о помощи беженцам с Юго-Востока Украины первоначально в повестке дня заседания Гурдумы не значился. Но каждый день в регион прибывают до 350 граждан соседней страны. Поэтому волгоградские депутаты поддержали предложение главы города перечислить свой однодневный заработок в фонд поддержки беженцев. Волгоград принимает самое активное участие в том, чтобы разместить и обогреть, насколько возможно, беженцев с Украины. И депутаты 5-го созыва и вся власть сегодня должны были поддержать инициативу, однодневный заработок перечислить в фонд поддержки беженцев. Вы видели, что все единогласно поддержали и согласились с этим. Другим важным вопросом стала предложенная фракцией «Единая Россия» отмена так называемых компенсационных выплат за депутатскую деятельность. Таким образом, народные избранники поддержали инициативу губернатора Андрея Бочарова, направленную на экономию бюджетных средств. Ситуация с наполняемостью казны сегодня такова, что представителям власти необходимо сокращать собственные расходы и жить по средствам. Как бы трудно это решение не давалось. Из 35 депутатов за проголосовали 28. Хочу сказать, подчеркнуть, что это второй шаг, потому что первый шаг был сделан депутатами 5-го созыва, как только мы пришли. Мы с 1 января 2013-2014 года уже в бюджете внесли поправки на 31 миллион. И эти 22 миллиона до конца этого года, 48 миллионов следующего года, при поправке бюджета, они, конечно, уйдут на социальную сферу. Всего же в повестке дня нынешнего заседания значилось более 50 вопросов. В частности, депутаты приняли постановление о досрочном прекращении полномочий Геннадия Шайхулина, возглавившего обл. избирком. Он поблагодарил своих уже бывших коллег за совместную работу. Также народные избранники заслушали отчет контрольно-счетной палаты областного центра и утвердили список получателей персональных стипендий Волгоградской гордумы. С 1 сентября по 1500 рублей ежемесячно будут получать 65 школьников, особо отличившихся в учебе, творчестве и спорте. Светлана Олегбарова, Андрей Гопчук, телекомпания Ахтуба.